Это хорошо. А свойства пуэра это в двойне хорошо. В двойне хорошо, да. Или в тройне. Ну, я не знаю, сейчас будем разбираться. На самом деле, мы сегодня будем и заваривать пуэр, и говорить про пуэр. Что в последнее время бывает не так чай. Мы обычно говорим не про пуэр, а завариваем про пуэр все равно. А вот сегодня у нас все совпало. И, кстати говоря, не так же просто, что мы завариваем пуэр. Ну, мы завариваем его в чайнике зазинской глины. Водой. Хороший. Пьем из чашек. Хороший чай. Перериваем чай хай, да. Чай, которому не менее 12 лет, да еще и с прекрасным сырья. Согласен. Что тут сказать? Хороший дикорастущий шанпуэр. Так вот, по поводу секретов. Ну, во-первых, надо сказать, что пуэрные секреты, они действительно существуют, равно как и тайные. Это не секреты по решению и не тайны мадридского двора. Тут все довольно очевидно. То есть тайны пуэра это продолжение его свойств и качеств. То есть во многом чай уникальный. И вот в этой уникальности пуэра в ней заложено то, что мы можем говорить о тайне, можем говорить о секрете. Потому что есть вещи, которые о пуэре знают многие. Есть вещи, которые допустим... Видео огромное количество. Ну да, как правило, говоря о пуэре, ну какой образ создается чай? Темного подсвета настоя. Того, который закопан все-таки в землю. Ну, знаешь, без земли здесь не обойдет. Соответственно, из земли потом выкопан. Пахнет землей. Да, и тот, который хранится долго во времени, но действительно не стареет. То есть там, ну, обычно в наших торговых сетях фигурирует такая очень забавная формула, называется многолетний пуэр. Ну там, в принципе, уже пуэр, когда подходит к 50 годам, не важно, что заваривать. Пуэр, либо землю, вообще без разницы. Ну, ты знаешь, я 50-летнюю не пробовал. Землю 50-летнюю? Пуэр. Пуэр, да. Вот. Землю, в принципе, нюхал разного возраста. Но, не знаю, не с чем сравнивать. С нашим пуэром близко, да? Неспособим. То есть, нужно понять, откуда копать такую землю, чтобы она была похожа по самым характеристикам. Ну, какая это самое, то есть, психолог какая есть, это тонатотерапия есть, правильно? Ой, терапия вообще... Да, вот пуэр, как форма тонатотерапии. Кстати, хорошая тема для эфира. Пьем пуэр, привыкаем к земле. Привыкаем к земле, да. Вот. Ну, если говорить серьезно о пуэре, давай выпьем, наверное, промочим, так сказать, горло. Отличный вариант. И... Поддерживаем. Дальше. Всячески поддерживаем. Пойдем по теме, по нашей. На самом деле, что касается пуэра, тут такая ситуация, да. В секретах. Ну, мы потихонечку будем к ним двигаться. Часто достаточно говорят о том, что люди заходят в чай совершенно в разный. Да, то есть, кто-то к улуном изначально, как бы, прикипает, кто-то к зеленым чаям и так далее. Да, в зависимости от того, что больше нравится. Вы вот неоднократно говорили, что жасминовый, как бы, зацепил, да? Ну, начал даже смену чая, захотел сравнить. Очень часто говорят о том, что, как бы, венцом того, когда человек начинает разбираться в чаях, является пуэр. Да, это не то, что люди пришли к пуэру и больше, кроме пуэра, ничего не пьют. Но, тем не менее, венцом понимания чая, да, вот они двигаются, двигаются по этапу и там за этапом пришли к пуэру и говорят, вот, вначале сложно в него войти, понять, а со временем он начинает раскрываться. Я слышал, слышал о такой версии. Сейчас, знаешь, вот происходит меня радующий процесс, парадоксальный, он удивляет и радует одновременно. Многие люди, которые входят в чайную тему китайскую, начинают с пуэров и не только шу пуэра, это еще можно было понять, но и шена. И у них есть какое-то движение, есть понимание этого. Но в Китае, например, есть представление о том, да, что сначала человек понимает вкус зеленого чая, потом он понимает вкус ууна и потом он понимает вкус шенпуэра. То есть вот три вида чая взятые. Это еще от того, что они тогда красный не пили, сейчас они еще красный. Ну, как бы, да, да. Ну, вот, существовала такая формула, что в шенпуэре удивительно и что, ну, как бы, говоря о секретах, прежде всего хочется начать именно с шенпуэра. Потому что шенпуэр – это некий изначальный чай. Шу пуэр был затем создан уже на базе шенного сырья с применением ряда технологий, характерных для других сортов чаев в других провинциях. А что-то еще было подвержено влажным скирдованием? Да, да, достаточно много чаев. В частности, есть версия, что технология воду и влажного скирдования шу пуэра была придумана на основании технологии Любао-чая из Гуанси. Потому что Любао-чай делался чуть ли не с минской эпохи, с 16 века, и уже там применялось это влажное скирдование. Не подумайте, что это президент Беларуси какое-то отношение имеет? Да, он был более локальным, менее известным сортом, с достаточно стереотипным вкусом. И, конечно, на пуэрне сырье технология воду и легла наиболее благоприятным образом. А возвращаясь к шенам, что в шенпуэре загадочного, секретного, необычного? На мой взгляд, основной, главный секрет шенпуэра – это в том, что это чай дикорастущий. Ну, то есть, во своей классической разновидности. То есть, это чай из леса. Вот когда мы идем в лес, забираем там ягоды, грибы, мы понимаем, что такое вкус леса, что такое мелодия леса, что такое стиль леса, что он дает тому, что мы собираем и потом используем в пищу. Аромат, вкус, силу, некую суховатость этого продукта в хорошем смысле слова, собранность, концентрированность. И получаешь энергетический заряд, и органолептические ощущения совершенно иные от лесных продуктов. Ну, я тут могу добавить вот какую вещь. То есть, лесные продукты, они практически проходят все стадии формирования. Да, садовые какие-то продукты, они могут быстро выращиваться, быстро созревать, и у них не проходит вот всей стадии созревания. А лесные продукты, они от начала до конца как бы полностью сформированы. Вот они закончили свой цикл созревания. Я думаю, что здесь очень похожие, наверное, механизмы. То есть, более длительный цикл созревания, больше впитывания, начиная от истории самого дерева и заканчивая просто вот свойствами местности. Да, и за счет этого вот собирание каких-то уникальных свойств, характеристик самого леса. Потом получается, что этот регион, где Шен-Пуэр родился, и в некотором смысле слова Шен-Пуэр как таковой, это древнейший изначальный некий прото-чай. То есть, изначальный образ, нарисованный человечеством с помощью вот этих вот листочков чудесных под названием чай, был создан на основании лесного чая из провинции Юнань и прилегающих регионов. То есть, на основании, по сути, Шен-Пуэра как такового. То есть, если мы хотим узнать вот этот основной пуэрный чайный секрет Шеновый, мы должны прикоснуться к чайной изначальности, к идее чая вообще. То есть, Шен-Пуэр, он хранит в себе идею чая вообще, и эта идея, она проявляется во вкусе, в аромате, в действии чая. В чем? В каких качествах? Вкус в пуэре, в Шене, содержит все качества вкусовые, практически какие только могут быть. Он сладкий одновременно, горький, яркий, солоноватый. То есть, в нем одновременно собрано очень много вкусовых качеств. Если короче это попытаться описать, то он очень насыщенный, полновкусный. И в нем действительно есть практически все. И есть свойства конкретного терруара, конкретного участка вот этого дикорастущего леса. И в разных районах Юнаньи стилистические вкусы, естественно, разные, потому что природные условия не повторяются абсолютно. Где-то горы повыше, где-то горы пониже. Дикорастущий пуэр растет до высоты практически в 3 километра. То есть, это один из самых дикорастущих чаев в мире. Причем в его именно дикорастущем состоянии. Чай Шенпуэр растет по довольно большой территории провинции Юнань. И везде свой вкус. Но общие характеристики это невероятная насыщенность. Какой еще у Шенпуэра есть секрет? Секрет его изменений, перемен. Все мы знаем прекрасно, ну как такую некую информацию внешнюю для многих из нас, что чай пуэр, как Шен, так и Шу, вступает в творческое взаимодействие со временем. То есть, в процессе хранения он не теряет свои свойства, а он приобретает некие новые свойства, качества. Он меняется, он в постоянном развитии, он, как китайцы говорят, фильтрует время. И от времени он набирает свою особенную силу, свое особенное качество. И когда чай вылеживается, когда он созревает, он проживает, опять же, не одну чайную жизнь. То есть, о первом мы секрете поговорили, это то, что чай из самого леса, чай изначальный, чай, хранящий в себе идею чая как такового, чай, хранящий в себе все вкусовые стили, все стили аромата возможные. И второй секрет, это взаимодействие со временем и способность проживания несколько чайных жизней за период своего созревания. Что я имею в виду? Молодой Шен Пойер, это фактически зеленый чай. Или он, как слабо, перментирован на улун. Светлый, яркий, сильный, в чем-то рисковатый, живой и подвижный, хранящий аромат вот этого терруара, этой местности. Каждый, как бы, он свой. Например, там и ушные из ИУ Шен Пойеры, они более яблочные, цветочные. Гаденовские Шен Пойеры, они более такие лесные, с древесным оттенком, очень приятные. То есть, в каждом регионе свой вкус, но это стиль зеленого чая. То есть, вы купили Молодой Шен Пойер, этого года вы у себя имеете фактически дикий, классный зеленый чай или слабо ферментированный улун, потому что он частично ферментированный. Поэтому, конечно, при современном взгляде на зеленый чай, это ближе к улуну, но, как бы, тем не менее. Или зеленый чай, или светлый улун. Вот он у нас, пожалуйста. Хочешь улуна, хочешь зеленого чая, возьми Молодой Шен Пойеры и попей. И ты получишь примерно этот же спектр, эту же гамму ощущений. Наверное, стоит сказать по поводу того, что все-таки употреблять по количеству Шен Пойера нужно несколько меньше, чем того же зеленого чая. Ну, нужно, в принципе, столько, сколько хочется. Но если мы хотим получить качественный классный вкус, нужно класть его по форме ближе к терпким, зеленым чаям. Вот, может, несколько меньше. Зависит, опять же, от региона. Оттуда, какой Шен Пойер. Можно поэкспериментировать, и вы сами найдете свое количество, которое вам нравится. Но, в любом случае, его не должно быть слишком много, особенно, если мы завариваем чай для гостей. То есть, для тех людей... Если мы завариваем свеженький. Молодой. Молодой, да. Дальше у нас Пойер лежит. Проходит, ну, у каждого чая там свой этот срок возревания, ну, предположим, 5 лет. Хороший срок. Цвет становится более темным, более насыщенным. То есть, зеленоватый, золотистый оттенки сменяют насыщенно желтый цвет. И стиль вкусовой меняется. Опять же, в том, в котором было молодое свежее яблочко, в ИУ, появляется такой новый совершенно аромат. Он как моченое яблоко. Или чуть запеченное. То есть, момент такой, словно вкус и аромат, и в чай словно карамелизируется под воздействием времени. Прекрасный вариант. Вот. Который древесный, он уходит тоже в тему больше уже древесной смолы. То есть, как бы сгущенный. Появляется вот эта эссенция дерева. Суть сама древесная. То есть, чай поменялся. Это на уровне органолептики. А по ощущениям, это чай фактически уже ближе к сильно ферментированным улунским сортам. В чем-то ближе к желтому чаю, который подвергается томлению. Проходит еще пять лет. И у нас чай уже с явно выраженными качествами сильно ферментированного улуна. Вот. Проходит еще пять-семь лет. То есть, 15-17 лет. Появляется свойство, качество красного чая. По цвету нас стоя в основном. По стилю букета. В каком-то смысле слова. И, наконец, по прошествии там 20-25 лет у нас появляется качество именно черного, как такового чая. То есть, шены и шу вот уже начинают сближаться. Но стилистически старый шен, конечно, будет, наверное, всегда покруче шу-пуэра. Могу объяснить почему. Это интересно. Да, потому что у шу-пуэра, какой бы изумительной ни была эта базовая технология, все равно он в основном создан, а потом постепенно медленно развивается во времени. И идея, в основном, в нем уже заложена качественным подбором сырья, качественно сделанным влажным скирдованием. Хотя во времени тоже перемен хватает. А в шен-пуэре, в силу вот этого развития медленного при правильном хранении, происходит невероятное по качеству созревание. То есть, у него цвет чуть светлее будет, чем у шу, но похож. Такой темно-красный, с переходом в бордовый оттенок, глубокий. Но стиль у него вкуса легкий, шелковый, возвышенный. То есть, чай, с одной стороны, очень сладок и мягок, а с другой стороны, в нем есть некая игра вкуса. И мы ощущаем вот это время, которое прошло сквозь чай. Вот этот секрет, выдающийся в чае, в шен-пуэре, в шу-пуэре тоже способность взаимодействовать со временем и способность к проживанию перемен, которые есть в чае. То есть, в чае заложена в пуэре идея чая как таковая. То есть, это чай с родиной чайного растения, чай из леса. И пуэр – это чай, который способен измениться, не изменяя своей чайной природе, и показать нам на протяжении своей жизни все перемены, которые можно увидеть в китайском чае, который сделан в виде шести чайных видов китайских. То есть, любое чайное ощущение мы можем найти в шен-пуэре при желании. И еще один секрет, очень важный, это то, какое… Мы сегодня раскрыли вообще огромное количество… Он дает состояние, шен-пуэр. То есть, как он воздействует на наш организм. Поскольку чай очень чистый, чай в максимальной степени, тот, который мы называем органическим, чай, который делается в чистых местах, часто, если это настоящий аборигенный дикорастущий сорт, то вообще, как бы, просто человек идет к этому лесу, собирает где-то в лесу чайные листочки, их обрабатывает. Он очень хорошо выстраивает внутри, как бы, наш организм. То есть, чистый продукт, мы его пьем, мы получаем от него то качество информации, которое хранит это место, и мы сами становимся лучше. Мы способны ощутить, понять, почувствовать. Это как бы не мистика, это в реальности существует. И вы, когда будете много пить шен-пуэр, вы это поймете. Что чай в себе не только хранит вот этот лес идеи, а вот он способен ее передать. И мы способны ее почувствовать и стать, в некотором смысле, обрести в себе те качества, найти, почувствовать, которые есть и в этом чае. Это тоже удивительное свойство пуэра. Это то, что можно назвать одним из основных чайных секретов. У меня такой вопрос. Очень часто люди, попробовав шен-пуэр, говорят, что-то он мне не нравится. И, в принципе, остаются на пуэрах, но в основном пьют шу. Да, это первый момент. И, может быть, связанный с ним тоже какой-то. Это почему же шен-пуэры, ну, как правило, при прочих равных условиях значительно дороже, чем шу? Ну, здесь, на самом деле, в твоем вопросе, как бы, две темы очень интересные. Ну, переплетающиеся части. Первое, почему дороже, а второе, почему все-таки многим людям не нравится. Да, почему? Многим людям не нравится по той причине, что они пробуют недостаточно качественный шен-пуэр, ну, может быть, допустим, у заводского крупного производителя. То есть, возможно, изначально идея создавалась такая, если это качественный производитель, ну, с именем производитель, что он в возрасте свои свойства показал, а в молодости он совсем грубый и, как говорится, малопригодный для питья. Пуэр, которые используются и пьются, они, в принципе, не вызревшие, как до конца. В чем особенность? То есть, ну, сделали, да, со временем там, то есть, время там, ну, условно говоря, 15-20 лет, а 15-20 летних пуэров практически здесь не подается. С этим связано? Отчасти с этим и связано с тем, что заводское производство пуэра, какие бы мы красивые рекламные плакаты не выпускали и как бы мы сильно в это не вкладывались, это все равно в большей степени бизнес, чем производство приготовления малосерийных, ручных, качественных, классных пуэров. Потому что заводской, когда чай делается, все равно есть идея, как сэкономить. Когда работают с очень крутым сырьем, с очень классным чаем, его настолько мало, что оно заведомо продастся. Ты знаешь, ты уверен в результате, собственно говоря, своего труда, что это не пройдет там месяц-полтора-два, этот весь чай, там все эти 50, 100, 200 лепешек, небольшое количество сетей у тебя уйдут. Ты об этом не думаешь, что делаешь чай в радости. А на заводе все равно приходится заморачиваться, думать, когда выпускают чай большими партиями. Поэтому результат бывает такой. То есть нужно среднее качество всех лепешек в большом объеме? Среднее качество всех лепешек в большом объеме и может быть как раз для заводов очень интересна тема того, как чай может во времени улучшить свои изначально грубоватые качества, которые в том числе формируются и сочетанием довольно дешевого сырья. Ну, то есть вот они сделали изначально чай, они его и не пропагандируют как чай для питья в молодом состоянии. Но через 10 лет он там уверенно даст какую-то там знаменитую камфорность или какой-то еще вкус, быстро наберет цвет сырье, и оно изменится. То есть оно довольно посредственно изначально станет более интересным и, конечно, в значительной степени более дорогим. А часто даже я об этом не думаю. То есть когда делают заводской пуэр, просто я тебя слепил из того, что было, а потом ты, пожалуйста, полюби и купи. Василий, еще... Практика не очень хорошая. Еще один момент вот есть... Поэтому лучше покупать поинтереснее. Силатские пуэры продаются достаточно серьезной выдержкой, там 2009 год очень часто фигурирует, 2007, 2006 год. Что это? Причем ценовой сегмент в Москве уже значительно ниже, чем отпускает цена с фабрики. То есть чем это связано? Как это можно оценить? Соответственно, стоит ли это покупать? Насколько это хорошее? Ну, если это известный какой-то бренд, понятно, что если мы такую цену видим, скорее всего, это имитация или поделка. Потому что на рынке китайском существует довольно много поделок. Поделок, в частности, продукции завода ДАИ. Вот мы недавно с тобой в гостях были у одного коллекционера, который старыми, ну, различными чьями заводскими занимается. И мы даже как бы с ним немножко прошлись по бумагам. Часто говорят, я могу по бумаге отличить, как бы, что бумагу, допустим, сделали. Ну, это исключительно человек, который прожил с чьями уже там 20 лет. Да, но суть в том, что такими навыками, да, обычный человек не располагает. И, конечно, работая с заводскими чьями, покупая заводской чай, нужно понимать, что если это известный бренд, то продукция довольно дорогая. Вот, и цена, она должна быть тоже находиться в неких разумных рамках. То есть, если чай слишком дешев, то, соответственно, вероятность почти стопроцентная, что это подделка, а покупая подделку, мы покупаем неизвестно что. Ну, как правило, в принципе, на заводах уже нет пуэра этого года, да, то есть, 10-летнего, 12-летнего, вероятнее всего, это уже у каких-то коллекционеров, что существенно, опять же, увеличивает стоимость, поэтому он достаточно серьезный денег. Да, а в принципе, вот при покупке шемпуэров, какую общую рекомендацию можно дать? Да, это было бы интересно, да. Если говорить о пуэрах молодых, для того, чтобы оценить вкус и полюбить вот то качество зеленого чая, или слава комментированного, который есть в шемпуэре, лучше брать качественный чай небольших производителей. Возможно, даже рассыпной чай, то есть мао-ча. Потому что часто самые мелкосерийные чаи, они даже не присутствуют. То есть, им не придается форма. То есть, они существуют в количестве нескольких сотен грамм или нескольких килограмм. Вот, либо, опять же, если, допустим, мы хотим попробовать старый пуэр, совсем-совсем старый, и хотим, чтобы это был шемп, нужно понимать тоже, что цена должна быть как бы чрезвычайно высока. Вот, и здесь уже какие-то знаменитые старые марки интересные чая. Но при этом нужно понимать, что за такой чай, может быть, если, допустим, чай в 60-х годах, в 70-х реальный, можно заплатить стоимость равной стоимости автомобиля. Если человек на это готов, и если есть надежный источник, то можно такой чай попробовать. И я бы людей все-таки предостерег, это личный мой опыт и мое мнение, от чаев влажного хранения, то есть гонконгского стиля, даже от хороших. Потому что все-таки чай должен храниться в естественных условиях, то есть должны для него, ну, как бы, условия быть комфортные, то есть он вызревает должен в комфортных состояниях, в состоянии, то есть не должен пересыхать, но ни в коем случае принудительного увлажнения не должно быть, образуются часто не очень полезные вещества. Он выпадает, так называемый, на чай серебряный иней, слово звучит красиво, но это обыкновенная белая фиолетовая плесень, которая, так сказать, наша печень ей рада не будет. Ну, там распорядились. И чай мы получаем, потому что от пуэра, и от старого пуэра, кстати, получаем заряд здоровья невероятный, не нужно, как бы, платить еще и деньги большие за такой чай, и получать какой-то негатив достаточно организма. Есть мнения на счет разные, но я вот придерживаюсь и большинство людей, которые могут себя назвать специалистами в пуэрах в Китае, например, они сторонники сухого хранения. Ну, в принципе, это никого не подводило никогда. Да. И легче наработать вкус и прочитать возраст. То есть вот этот момент соединения чая со временем, он фактически хороший, качественный, сухой пуэр, сухого хранения, он как бы как мудрый, зрелый человек. И вот мы когда пьем этот чай, мы прикасаемся к этой мудрости времени, и еще чай же хранит изначальное свое лесное качество, то, за что мы пуэр очень ценим. Пуэр – чай с родины чайного растения, из чайного леса. И если мы хотим понять, что такое чай, как его задумал Господь, как его как бы задумала Вселенная для человека, попробуйте пуэр. И я думаю, что это понимание придет. Друзья, приобретайте чай у известных поставщиков. Если вы доверяете, то, соответственно, делайте выбор, может быть, и дистанционно. Если же вы хотите все-таки в том числе разобраться, а что же такое шен, если вы там пьете какие-то другие чаи или шу-пуэр, и хотите понять, что такое шен, то есть смысл просто отдегустировать. Как правило, те поставщики, продавцы, которые реализуют данный чай, они в нем должны хорошо разбираться, быть компетентны, и они для вас и заварят, и покажут, и раскроют его с наиболее благоприятных сторон. Так? Да. И не стесняйтесь делиться вашими ощущениями от выпитых чаев. Если у вас есть какие-то старые пуэры, редкие, можете приходить к нам в гости, приносить, мы вместе попробуем, продегустируем, и сверим с вами свои ощущения. Это очень интересно. Можете поделиться под этим видео своими ощущениями от каких-то из пуэров, которые вам действительно понравились, которые вы пили. мы с радостью узнаем о вашем опыте. Ну что, на этом будем прощаться, наверное, с нашими зрителями. Спасибо вам. До новых встреч. Прямого успеха. Все доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...